Прямо сейчас к оперативным новостям по состоянию на 8 утра по Киеву. 43 журналиста погибло с начала полномасштабной войны. Это подтвержденные данные Национального союза журналистов Украины. Среди них 8 работников медиа, выполнявших профессиональные обязанности, 13 гражданских жертв и 22 представителя СМИ, которые были мобилизованы для защиты Украины. Среди них, напомним, и наш коллега Александр Махов, который погиб 4 мая, освобождая Харьковскую область. Инициатива России не нашла поддержки в ООН. Совет Безопасности Организации отклонил резолюцию о создании комиссии для расследования так называемой военно-биологической деятельности Украины и США. Ранее представители Российской Федерации настаивали, что такая деятельность нарушает конвенцию о запрещении применения биооружия. Как сообщает Вашингтон-Пост, Россия получила поддержку в голосовании только от Китая. США, Великобритания и Франция выступили против резолюции, а действия других стран Совбеза ООН воздержались. Далее движемся. Представители российских оккупационных администраций начали интеграцию Запорожской атомной электростанции в юридикцию Росэнергоатома. МАГАТЭ должно отреагировать на ее захват, подчеркивают в Институте изучения войны. В то же время Государственная инспекция ядерного регулирования Украины заявила, что россияне построили неизвестное сооружение на одном из хранилищ отработанного ядерного топлива на ЗАЭС, а это нарушение норм ядерной безопасности. Международное агентство по атомной энергии пока не выступило с заявлением осуждающим официально объявленную незаконную эксплуатацию России ЗАЭС, отмечают аналитики. Зерновая инициатива продолжит работать. Российский шантаж оказался безрезультативным. Об этом заявил президент Украины в видеообращении по итогам 253 дня сопротивления российской агрессии. Владимир Зеленский рассказал и о других дипломатических успехах, которых достигла Украина и ее партнеры, и о том, каких результатов добивается украинская армия на фронтах. Более подробно прямо сейчас в видеообращении Владимира Зеленского. Божаю здоровья, шановные украинцы. Сегодня у нас Ева, ГУМЫ. Сегодня у нас есть весомый дипломатический результат для нашего государства и всего мира. Экспортная зерновая инициатива продолжит работу. Российский шантаж ни к чему не привел. Принципиально и действенно отреагировала ООН и лично генеральный секретарь Гутерриш. Действовал и президент Турции Эрдоган. Своевременно и справедливо реагировали и другие ведущие субъекты международных отношений. Который раз все убедились, что в нашем регионе есть только одна угроза глобальной продовольственной безопасности, и это Российская Федерация. Больше никто. Вся эта ситуация моментально отразилась и на показателях на биржах. Мы видим некоторое удешевление и в отношении пшеницы, и в отношении кукурузы. Каждый раз, когда активизируется российский шантаж, продовольствие дорожает. И каждый раз, когда мир не поддается шантажу, агропродукция дешевеет. А если бы российского нападения на Украину не было, то не было бы даже призрачной угрозы глобального продовольственного кризиса. Потому что каждая российская ракета, бьющая по нашим портам, по элеваторам с зерном, по электростанциям, которые снабжают электричеством наше агропроизводство, в итоге бьет по уровню жизни десятков миллионов людей во многих странах. Это и Египет, Алжир, Сомали, Судан, Ливан, Бангладеш, Индия, Китай, Индонезия, Вьетнам. В этом году они переплатили десятки миллиардов долларов за продукты питания. И только по вине России, только из-за безумной российской агрессии, дестабилизирующей международную торговлю. Сегодня я говорил с президентом Эрдоганом, в частности о безопасности зернового коридора и Черного моря в целом, о работе Крымской платформы, о возвращении украинских военно-пленных и политических заключенных. Мы помним о каждом и каждой, кто в плену, мы освободим всех. Также подробно говорили о постоянных российских провокациях, об иранских дронах, о ракетных ударах российской армии. Например, в это утро российский самолет запустил крылатые ракеты недалеко от Змеиного, и они фактически перелетали через маршруты зернового коридора. И каждый такой российский запуск, а они почти ежедневные, прямо угрожают продовольственному экспорту. И это ответственность партнеров – работать вместе, чтобы уменьшить российскую угрозу. Провел сегодня ставку верховного главнокомандующего. Повестка дня ставки довольно очевидна. Это ситуация на передовой, в частности в Донецкой области, где продолжаются самые жесткие бои. Кстати, хочу отметить бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады и 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады за стойкость при отражении атак врага именно там, в Донецкой области. Там в эти дни особенно тяжело. Десятки российских атак каждый день. Наши ребята стоят крепко и не сдают ни одного сантиметра. Это подлинный героизм. И я благодарю всех, кто защищает нашу Донеччину. Конечно, рассмотрели на ставке ситуацию и по другим направлениям. Харьковщина, Луганщина, юг страны – ситуацию на наших границах. Всюду укрепляем позиции и работаем на ключевую цель – полное освобождение всей украинской земли. Провел переговоры с министром иностранных дел Испании. Он был сегодня в Украине. Поблагодарил Испанию за новый пакет оборонной помощи для нашего государства. Обсудили, что может дополнительно усилить нашу защиту. В частности, работаем вместе с Испанией, чтобы реально обеспечить воздушный щит для Украины. И очень приятно, что сегодня новым послом нашей благотворительной платформы United24 стал известный и талантливый историк Тимоти Снайдер. Его имя в Украине хорошо известно. Он один из тех, кто неизменно защищает историческую правду об украинцах и объясняет миру, почему Украина важна. Сейчас господин Снайдер присоединился к сбору средств для усиления нашей противодронной обороны. Он сосредоточился на проекте «Ловца шахедов». Я уверен, когда мы вместе обеспечим Украине надежную защиту и против этого сообщества, российского и иранского режимов, это будет одна из сильнейших страниц нашей государственной истории. И еще одно, на что хотелось бы обратить внимание. Наверное, вы слышали сегодня, что в Кремле рассказывают, что они требовали гарантии безопасности от Украины. Стоит остановиться на мгновение, чтобы обдумать такие их заявления. 252 дня назад Россия потребовала гарантии безопасности от Соединенных Штатов Америки. После 8 месяцев российской специальной операции в Кремле требуют гарантии безопасности от Украины. Это действительно поразительные изменения. Это показывает и то, какой провал испытала российская агрессия, и то, насколько мы с вами крепки, когда сохраняем единство. Миллионы украинцев, украинок, воюющих и работающих ради нашей свободы. И миллионы людей по всему миру, которые помогают нам противостоять российскому террору. Вместе мы обеспечим поражение государства-террориста и его наказание за террор. И гарантируем, что вся Украина есть и будет свободной. Вечная слава всем нашим героям. Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину. Слава Украине! Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину. Слава Украине! Ну что ж, и далее продолжим обсуждать тему касательно в целом ситуации на фронтах. В этой теме нам также поможет наш сегодняшний гость, это Виктор Николаевич Ягун. С ним мы обсудим эту тему немножечко позже. А прямо сейчас давайте посмотрим на карту войны. По состоянию на сегодняшний день Генеральный штаб вооруженных сил Украины уже опубликовал эту информацию. Ну и в свою очередь также хочу акцентировать внимание на том, что Генштаб вооруженных сил Украины говорит о том, что на временно оккупированной территории Луганской области подразделения российских войск продолжают использовать гражданское население в качестве живого щита для того, чтобы не дать возможности вооруженным силам Украины освободить дальнейшую временно, подчеркну, оккупированную территорию. Также, что касается Николаевского, Донецкого, давайте сначала с Донецкого направления. Самые ожесточенные бои сейчас как раз на Бахмутском направлении. Там, по информации Генерального штаба Украины, по информации украинской разведки, продолжаются бои. И Российская Федерация делает все для того, чтобы как можно быстрее захватить Бахмут, этот город. Что касается Николаевской и Харьковской области, российские военные продолжают наносить удары беспилотниками Шахет-136 и беспилотниками Орлан. В свою очередь, также сообщается о том, что силы ПВО, украинские силы ПВО, им удалось сбить как раз на Николаевском, Херсонском направлениях десятки беспилотников, что, в свою очередь, сохранило жизни гражданскому населению. Ну и также стоит отметить, что сейчас контрнаступление, как видим, по информационной карте, контрнаступление на Херсонском направлении пока что не проводится. Информации от Генерального штаба уточняющего нет. Ну и также мы не будем распространять информацию касательно этого направления, дабы не выводить заблуждения и не говорить, так сказать, лишнего, о чем просят в том числе в Генеральном штабе вооруженных сил Украины. Но как только новая информация появляется, сразу же это вам и сообщим. Ну а прямо сейчас давайте продолжим эту тему обсуждать вместе с Виктором Николаевичем Ягуном. Это военно-общественный деятель, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ в 2014-2015 году. Виктор Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос, сразу же давайте начнем с бахмутского направления. Почему сейчас для Российской Федерации это приоритетное направление? В силу того, что даже видим огромные потери, как территориальные со стороны Российской Федерации. Я имею в виду территориальное в плане контроля над оккупированными украинскими территориями. На Харьковском направлении, на Херсонском направлении. Но в приоритет почему-то ставят именно Бахмут. Почему? Ну, один из вариантов, потому что там есть некоторые вещи, связанные с инфраструктурой критической, которая обеспечивает в том числе и Донецк, и весь регион, пополовину региона. Некоторыми там касается и воды, и еще каких-то вещей. Поэтому, а вот учитывая, что контроль за этим городом и за этим регионом разрешит некоторые коммунальные, будем так их называть, проблемы Донецка, у них это направление считается самым приоритетным. Ну и потом надо понимать, что Бахмут это город, такой символ. С самого начала, вообще, когда началось заселение этого региона, обустройство этого региона, Бахмут был фактически столицей Нонбасса. И если считать по историческим категориям, то, наверное, это единственный город, который имел исторический центр, где была такая тупическое, очень сильное сообщество, где очень много было всяких традиций. И фактически сейчас это все уничтожается, не будет ни исторического центра с домами. Там же в Бахмуте, вы знаете, эти прекрасные два предприятия, это и Артем Соль, и Артемовское шампанское. То есть это такой город очень знаковый, и взятие его для них тоже получается знаковое. Я думаю, что уже само название Бахмута не настолько напило оскомину для руководства России, что я так подозреваю, что уже не один раз докладывали про то, что Бахмут взят. Поэтому вот они и решили, что это направление надо реализовать во что бы то ни стало. Евгений Дикий вчера в нашем эфире, экс-командир взвода батальона Айдар, сказал, что в данной ситуации с бахмутским направлением от Путина, либо же от высокого военного командования поступил приказ российским военным ни в коем случае не отступать. Говорит ли это о том, что по факту российские военные, если бы хотели отступать, то понимают, что их и там ждет либо смерть, либо тюрьма. Насколько серьезно можно оценить вот этот приказ, и насколько можно спрогнозировать дальнейшие наступления, попытки наступления на бахмутском направлении российских войск? Эти наступления будут до тех пор, пока мы не сможем откинуть их на значительное расстояние. Это однозначно, потому что мы понимаем, с кем дело, если есть приказ с центра, то он не только не обсуждается, его даже невозможно где-то там скорректировать. Это раз. А во-вторых, бахмут, в основном, который пытаются взять силами ПВК Вагнера, мы понимаем, что это тоже знаковое решение вопроса, как престиж для Привожина. Учитывая, что он сейчас пытается взять какой-то политический вес в российском обществе, я думаю, что для него это очень и очень знаково преподнести Путину на блюдечке, что мы с силами только одного нашего частной военной компании смогли решить вопрос, который не могла решить армия за такой большой период. Поэтому я думаю, что бахмут мы будем слушать до тех пор, пока, я еще раз говорю, Украина не сможет резко просто увеличить расстояние от этого города до фронта. Вот количество тех людей, которые там погибли с российской стороны, оно уже исчисляется, по-моему, десятками тысяч. И как... Я имею в виду не только сам бахмут, но вообще весь этот конгломерат. И понять логику этой армии просто невозможно. Если говорить о Херсонском направлении, Кирилл Буданов ранее говорил, что буквально в ближайшие недели вооруженные силы Украины смогут войти в город Херсон, освободив правый берег, как минимум, города Херсона. Ваши видения, ваши сейчас оценки касательно того, что мы видим, что мы имеем касательно контрнаступления. Давайте не контрнаступление, давайте освобождение, как минимум, правого берега города Херсон. Надо понимать, что Херсон – это тот приз, который взяла Россия. Это единственный областной центр. И потеря его – это для них очень больший удар. Не только какой-то там удар реальный, но и морально-психологический. И для того, чтобы сдержать контрнаступление украинских войск, они сконцентрировали огромное количество не сколько войск, сколько качественных подразделений. Туда скинули и морскую пехоту, и десантников, и даже силы специальных операций. Они разработали целую информационную операцию. Вы помните, как они кричали о том, что все уже эвакуированы, что мы уже вышли, уже никого нету, чуть ли не украинские флаги скоро будут поднимать. Все это было сделано для того, чтобы заманить украинские войска в город и начать бойню прямо на улицах. Причем они к этому очень активно готовились. Переодевали часть подразделений в гражданскую одежду, создавали какие-то фейковые территориальные обороны, думали про то, как зайти в тыл украинским войскам. То есть это такая очень широкомасштабная была операция. Украина вовремя это все поняла, раскусила, не пошла на провокацию. Нам стоит вопрос не столько в освобождении территории, хотя это тоже очень затаково, сколько очень надо сохранить жизнь нашим бойцам, жизнь наших мирных жителей, и сохранить сам город и критическую инфраструктуру. Потому что для России сам город вообще не представляет никого интереса. Они уже забрали свои кости, потемки на памятники, которые хотели вывезти. Вывезли материальные ценности, в том числе и с музеев украинских. То есть грабеж города уже произошел. А взять город именно в лоб, это точно никому не надо. Я думаю, что украинская армия пойдет тактикой выдавливания и контроля. Учитывая, что есть контроль огневой за мостами, я думаю, что российские войска в таком случае долго там просто не продержатся. Что касательно морального духа, так сказать, у российских военных? Потому что, судя по перехватам СБУ, перехватам разговоров российских военных с их семьями, с моральным духом все очень плохо, потому что сами же сослуживцы, российские военные, говорят о больших потерях, о том, что там из ста человек возвращаются человек 20-25. Что вам известно о, я не знаю, деморализации, если можно так сказать? Ну, надо понимать, что морально-психологическое состояние российских войск, оно всегда было на низком уровне по сравнению с Украиной. Они реально не могут понять, что они делают на этой земле. И все вот эти фейки про защиту государственности, не знаю, там, за родину, за Путина, у них сейчас в основном и не очень не проходит. Самая большая проблема в том, что у России начались финансовые проблемы. Мы видели вот эти видеоролики в середине России, где мобилизированных реально сказали, что денег нет, не будет, вы призваны в армию, поэтому должны служить. За какие деньги, никто ничего не объясняет. То есть ситуация с оплатой этих военных тоже очень большая. И на этом фоне, когда нет ни морального, ни материального стимула, понятное дело, что психологическая ситуация в войсках просто ужасающая. А когда есть огромное количество потерь, и они это все видят, и это для них точно не есть секретом, то это все в комплексе. И дает нам уверенность в том, что войска, которые сейчас будут входить в зиму, а в зиму они входят очень неподготовленными, логистика работает на очень низком уровне, обеспечение войск очень плохое. Мы знаем и про отсутствие нормального питания, воды, тепла, амунирования не хватает на всех качественном. Поэтому я думаю, что вот этот комплекс тоже очень должен сыграть нам в тот период, в который мы входим. И надо понимать, что если русские надеются на мороз, то мороза точно не будет. В Украине совершенно другой климат, особенно южные регионы. Это очень суровая такая сырая погода, и она точно не будет помогать этим войскам в нормальном функционовании на линии фронта. И учитывая, что мы, в свою очередь, находимся на своей земле, у нас есть помощь, и в том числе от местного населения. И еще раз говорю, хочу сказать, что есть надежда, что этот фактор тоже сыграет свою роль в освобождении нашей земли. Еще очень важное направление – это Запорожская. Временно оккупированная часть Запорожской области, а именно Запорожская атомная электростанция. Если с учетом того, что город Энергодар очень важный стратегический объект, сейчас появляется очень много сообщений о том, что Запорожская атомная электростанция снова обесточена из-за российских постоянных обстрелов. Вопрос деоккупации города Энергодар и временно оккупированной части Запорожской области. Говорит ли нахождение там энергетических объектов, атомной электростанции, подстанции, о том, что вопрос деоккупации Энергодара и прилегающей территории исключительно может быть только дипломатичным? Очень тяжелый вопрос, потому что на самом деле стратегически Путину ни Луганск, ни Донецк не нужен вообще. Ему концептуально нужно было три вещи. Ему нужна была вода в Крым, ему нужен был энергетика в Крым, и ему нужен был пешеходный, то есть сухопутный проход в Крым. Вот эти три вещи, которые ему и нужны были. И если мы посмотрим на карту, то потеря Луганской и части Донецкой области его вообще не будет беспокоить. Поэтому, понятное дело, что держаться за станцию и за Каховку, как канал воды в Крым, и само побережье Азовского моря, они будут очень сильные до конца. И если потеряется хотя бы один из этих факторов, то тогда точно проблема с Крымом, ну, те проблемы с Крымом, которые у них появятся, им точно будут не нужны. Мы тогда можем понять, что Крым тоже можно будет освободить. Поэтому понятно, что Запорожская область и вообще вот это направление, оно на самом деле приоритетное. Будут ли они держаться и сможем ли мы договориться действительно дипломатическим путем? Я очень сомневаюсь. Договариваться про что-то с Россией, мы видим, что все договоренности, они действительно срываются в самый важный момент. Поэтому будем смотреть. Я вообще надеюсь, что это направление будет приоритетным. И концентрация войск на херсонском направлении, это такой обманный маневр. Наши могут вообще приостановить свои действия на том направлении и сориентироваться совершенно в другом. Если это будет так, значит, для России это тоже будет очень неприятно. Потому что они считают, что Украина все силы скинула на херсон. Но будем смотреть на эти. Все-таки это решение генерального штаба, а не наше тут на телевидении. Если с городом Херсон в целом все понятно, и все мосты находятся под огневым поражением вооруженных сил Украины, то как вообще можно оценивать ситуацию с городом Донецк, который тоже временно под оккупацией, и имея в виду с снабжением со стороны, с территории Российской Федерации военной техники? Реально ли также взять под огневое поражение какие-то направления, какие-то пути в городе Донецк? Имея в виду, чтобы обрубить вот это снабжение, чтобы в дальнейшем деоккупация временно оккупированных территорий, в том числе наступательные действия Российской Федерации на Бахмутском направлении, были, я не знаю, как подобрать слово, были облегчены, давайте так скажем. Ну я думаю, что это как раз приоритет. У нас тактика совершенно по-другому построена. Никто не берет ни города, ни населенные пункты в лоб. Еще раз говорю, что, скорее всего, это обходные маневры, это пресечение логистических цепочек и недопущение перекидания войск в ту или другую, в том или другом направлении. Только таким образом, потому что Донецкий конгломерат, вот этот вот город за городом, штурмовать в лоб, уничтожая инфраструктуру и подвигая опасности жизни мирных жителей и военнослужащих, ну тоже явно никто не будет, потому что это путь никуда. Только обходные маневры, только какие-то там, не знаю, кинжальные какие-то наступления и приведение войск противника в такое состояние, когда они реально не могут ни себя обеспечить, не иметь контакта с центром. Учитывая, что противник в основном использует железную дорогу, в первую очередь задача стоит захват железнодорожных станций и пресечение любой возможности перекидания техники и боеприпасов именно этим путем. Без железной дороги российская армия фактически не может проявлять. И финальный вопрос к вам. У меня всегда по военной технике. Сейчас мы видим от Офиса Президента, от командования военного украинского, что огромная необходимость в системах ПВО, современных системах ПВО, которые способны перехватывать и ракеты, и дроны Камикадзе. Скажите, пожалуйста, насколько сейчас массово нужны эти системы, возможно, из количества, возможно, в процентном соотношении можно сказать, сколько у нас, например, небо сейчас полностью закрыто в процентном соотношении без указания регионов, сколько еще нужно? Либо же так нельзя посчитать? Ну, очень сложно посчитать, но специалисты говорят, что по тем направлениям, в котором мы сейчас работаем, это в основном областные центры, это в основном те направления критической инструктуры, которые есть в больших городах, то мы можем говорить про 60, возможно, 70 процентов территории Украины, которые мы обеспечиваем. Это говорит не только про саму территорию, которая закрыта, но это говорит и про то количество ракет и дронов, которые мы сбиваем. Поэтому, если мы действительно сможем не только количественно, но и качественно поднять нашу ПВО, то мы, в принципе, в ближайшее время, а это несколько месяцев до Нового года, есть надежда, что мы доведем эту цифру до 80%. Это очень высокий показатель, потому что страна у нас большая, и просто всю территорию невозможно закрыть, тем более, что она, может, и не очень нужна. Но вот главное направление, возможно, перекидывая одни системы в другие регионы, есть надежда, что мы улучшим свои показатели. Но единственная проблема, это, конечно, если Россия получит вот эти политические ракеты, которые им пообещал Иран, тогда проблема может резко поменяться, и нам придется решать ее совершенно другими путями, тоже с помощью наших партнеров. Посмотрим. Очень тяжело сказать. Это все меняется очень интенсивно, и буквально каждый день, и каждую секунду. Ну, в свою очередь, по эффективности ПВО говорят цифры. Валерий Залужный, главнокомандующий вооруженными силами Украины, 27 октября, в своем телеграм-канале написал, что за сутки 18 из 20 беспилотников Шехет-136 было сбито благодаря силам ПВО, и в том числе благодаря ПВО, предоставленным западными партнерами. Спасибо вам огромное, Виктор Николаевич, за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Напомню, военный и общественный деятель, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ в 2014-2015 году, Виктор Ягун был с нами на прямой связи.